МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации, телерадио компании «Гомель». У студии працует Наталья Игнатенко, глядите их этим выпуском. Парламентская кампания 2019. Инициативные группы ведут сбор подписов за своих претендентов. Працовный десант, гомельские следствия допомогли сельчанам в оборце бульбы. Скарбонка народного гумора в Калинковицком районе отбылся 9-й республиканский фестиваль «Аутюки-2019». А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Президент лечить важным поскорить работу парламента над принятием бюджетных документов на 2020 год. Про гэтта керавник державы заявил на сустрече со старшинёй Нижней палаты парламента Владимиром Андрейченком. У постоянных комиссиях усяго на разляде знаходится 60 пытаннёв. Депутаты серьёзно попрацывали над умоцыванием законодавчай базы и Международного аутаритету Беларуси. Ця перешний состав завершает работу. Финальная сессия палаты представников 6-го скликанья «Аткрыцца другого кастрычника». Александр Лукашенко распавёл чаго, чакая одного га составу беларускага парламента. Парламент должен представлять все слои нашего общества. Во-вторых, я бы очень хотел, чтобы активно действующая общественная организация, партии, если они настоящая партия по закону, представляли и защищали своих кандидатов. Если у нас существуют настоящие оппозиционные партии, и они должны представлять своих кандидатов, выдвигать своих кандидатов и защищать их в ходе предвыборной кампании. Это тоже очень важно. Но я ещё раз повторяю, парламент должен представлять все слои нашего общества. Чтобы не было разговоров, что у молодёжи там нет представительства или у стариков там нет своих депутатов. Они должны быть. Они мыслят, может быть, несколько по-другому. Но они так мыслят. Это часть нашего общества. Мы должны слышать их голос. Это мой принципиальный подход. Керавник державы так само сустрелся со старшинёй державного мытного комитета. Юрий Сянько доложил про выники работы ведомства за 8 месяцев. Обновление инфраструктуры на пограничных пунктах пропуску, выники перехода до электронной мытни. Что тычится финансового питания, со студеня Пажнивень у республиканский бюджет поступило омаль 6 миллиардов рублёв. Это платежи, которые контролюет Державный мытный комитет. Податковый маневр России у нафтовой галине стал одной из причин поменьшения поступлений от вывозных мытных пошлин за нафтопродукты. По инших же платежах, которые контролюются мытным комитетом, заховывается рост. Зараз ведомство примает меры для того, как компенсовать эти страты. До инших тем. Инициативные группы кандидатов у депутаты Палаты представников начали сбор подписов за своих претендентов. Нагадаем, для регистрации необходимо собрать не меньше тысячи подписов выборщиков, причем тех, кто проживает в конкретной окрузе. А в черговом этапе выборчей кампании – материал наших корреспондентов. Первые пикеты по сбору подписов у Гомеля заявились в неделю. По колью их не вельми шмат, але это этап выборщей кампании только начинается. Постане на сегодняшнюю ранницу в области зарегистрованы 52 инициативные группы. Колька сих членов вагается от 10, это минимум, продуглеженный законом, до 0,50. А проща сбору подписов на городских улицах практикуется и шейпакватерный обыход выборщиков. Что тышится активности опушных, то по коль высокой я ее назвать не льга. Ввиду того, что избирательная кампания только начинается, и сейчас этап выдвижения кандидатов, и, наверное, первые дни, когда выдвигаются кандидаты, поэтому люди пока еще идут не очень активно. Но я думаю, что в процессе избирательной кампании они заинтересуются в выборах. Бодай самая великая склада на сбору подписов у Гомеля в том, что город поделен на шесть округ. Инициативным группам необходимо шукать выборщиков с конкретной территорией, по которой баллотируется их кандидат. В райцентрах такой проблемы, звичайно, нет. Все местное население проживает на территории одной выборской округи. Причем однажды со сбором подписов у некоторых кандидатов проводят опытания населения. Какие проблемы хвалуют людей и какие новые объекты они ждут увидеть в своем населенном пункте. В результате выборщиков потенциальные кандидаты обещают обовязково заняться реализацией этих пропонов. Доброе, что не хватает ворка в площадке. Жители также хотели бы иметь велодорожку по направлению от центра до фабрики. Ну и бассейн. Всем бы хотелось поплавать. Олег Синцеров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня распочался европейский тыдень мобильности. И он завершится в неделю 22-го вересня с усветным днем без автомобиля. Принятие дел у агульно-европейской компании все лето выказали жадание и 12 городов Гомельской области. Олег Синцеров с подробностями. Сколько людей принимают в делах у тыдней мобильности подлечить немогчимо, а вот сколько-то краин, где несвядомые, из-за 50-ти. У Белоруссии нет до агульно-европейской акции. Получились 66 городов, включающие 12 с Гомельской области. Сегодня-то эта лижба не изменилась. Что касается недели мобильности, она проходит в текущем году под девизом «Иди с нами». Неделя мобильности направлена прежде всего на популяризацию, активизацию подвижности населения. И прежде всего это пешие прогулки и велосипедные прогулки. Разом с тым не усиме гэта акция успремается однозначно. Корысть здорового ладу життя никто не аспречивая, але большая частка таго ж Гомеля для руху велосипеду практически не призначена. Кля шмат таких администрационных будинков, научальных установ и предприемств зроблены стоянки для гэтага виду экологично безпечного транспорта, але гэтым справа, звычайно, и обмяжовывается. Кали колькась велосипеду повеличится у разы, гэта створить шмат проблем. Чтобы побольше было велодорожек, специально отведенных для того, чтобы отдельно ездили, независимо от пешеходов. Потому что я против того, чтобы вместе с пешеходами на одних тротуарах ездили велосипедисты. Это неудобно. Ещё одно питание. Забружение по ветру за пошли пять годов выкиды от авто снизились на Гомельщине на 15%. Причин некакие. Приобщение якости палева, увеличение колькоси транспортных сродков с экологичным классом Евро-5 и Евро-6, выкористание электроавтомобилев. Але ситуация всё ровно непростая. Зараз в Гомельской области зарегистровано май 400 тысяч приватных автомобилев, май полова шкодных выкидов у поветра, миновида дых, серот токсичных компонентов, оксид в углероду, вокись азота, серо и тяжкие металлы. Сегодня все разумеют, в сучасных умовах полностью отмывается от выкористания автомобилев немогчима, а проведение акции не сможет ликвидовать все проблемы негативного уплыва авто. Разум с тем, это ещё одна подстава, донести до каждого человека. У его есть могчимость выбора действий для заховывания новокольного осяродья. 22 сентября у нас будет проходить в городе Гомеле день без автомобиля. К этому мероприятию мы приглашаем присоединиться всех граждан, всех жителей города Гомеля и Гомельской области. И просим их отказаться в этот день от автомобиля личного, с тем, чтобы пройти пешком, либо проехать на общественном транспорте. У Гомеля на улице Каменщикова заявился новый пешеходный переход. Особливость элемента дорожно-вуличной сетки – объёмная разметка. Зебра, выкананная у техницы 3D. Кожная с полос, нагадывая бетонные блоки. По задумке, такие эффект промусить водителям быть больше важливыми и снижать худкость. Эффект данной дорожной разметки – это всё-таки снижение уровня травматизма на пешеходных переходах с участием транспортных средств и пешеходов. Водители, моё мнение, будут более внимательны при проезде данных пешеходных переходов и будут предоставлять преимущество движения пешеходам. Такий пешеходный переход по куле один и у Гомели. Коли эксперимент будет удалым, 3D-пероходов у городе станет больше. Тембилдинг у поли. Гомельские следствия допомогли в оборце Бульбы сельхазпродприемству Уварович и Элит Будака Шалевского района. Больше за 80 супрацовников Следующего комитета в свой выходный день вышли на палетки. Суденниками працовного десанта сустрелись наши корреспонденты. Всё лето Гомельские следствия вырошили означать своё профессийное свято и черговые годы на створение Следующего комитета нестандартным чином. Спортивное мероприемство заменили працовным. Перспективы изменить на день роддейности и отправиться на полевые работы затекавилися многие. Наверное, место всем жадающим не хапило. Желающих поехать и оказать помощь оказалось значительно больше. Просто ведя переговоры с сельскохозяйственным предприятием о возможности оказания помощи, определения фронта, объёма работ, ну, значит, селяне просто сказали, что больше не нужно, мы не сможем предоставить вам такой объём работы. Селяне ожидания следствия попрацовать подтримали, из радости пошли на сустраж. В осенью у поля працах Апая и любая допомога витается. Фронт работ для следствий, сбор и переборка бульбы. Следственный комитет обратился к нам с таким письмом, что вот готовы помочь поддержать наше хозяйство. И мы решили организовать вот такой, как бы, субботник, трудовой десант для них. Вот. И, в принципе, работа сейчас протекает хорошо. Ребята работают, все довольны. До новой працы гомельские следствия подошли с належной старанностью. Час не марновали, и причеп трактора худко заполнялся бульбой. Смена деятельности всегда полезна. Данная акция помогает нам отличиться от повседневной работы. Погода позволяет, хорошая, не жарко. Можно собрать как можно больше картошки. Как у знагорода, для всех удельников следчего працованного десанта 2019 – смач на обед. А так само невеликие концерты, которые организовал «Прымаючий Бог». До речи, в планах Союза следствий сделать такие акции регулярными. Максим Савин, Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомельс» Будокошелевского района. У Калинковицком районе отбился 9-й республиканский фестиваль «Отюки-2019». Свято собрало прихильника творчества и народного гумора из всей страны. А так само Россия, Украины, Молдовы и Болгары. Пляцовку форуму наведалась дымочная группа телеканала «Мазер». В «Отюках» кто улыбается, того пропускаем. Кто не улыбается, обследуем. Может больной, может хромой, может вообще зараженный. Только так, с жартами, анекдотами и усмешками, можно было пройти мытню 9-го фестивалю народного гумора «Отюки». Но в аходе у дельников сустракали господары форуму «Колосок» и «Калинка», а так само колоритный медперсонал. В выпадку неотповедности дресс-коду робили пресс-шепку для веселого настрою. Без засновальника «Отюков» галунного редактора часописа «Веселка», заслуженного деятельства культуры, письменника Владимира Липского, не обыходится ни один фест. Жихары Калинковицкого района сустракают с его теплыми обдымками, и он им отказывая взаимностью. Давайте дорожить кожным им гнением, не стомлюсь повторять это слово. И вот «Отюковцы» как раз и робят тое, что мы, может быть, часом губляем. На гумористычную мытню Владимир Липский подъезжает на велосипеде, а разом с ним и старшиня Калинковицкого райвы-конкама Сергей Гвоздь. За имправизованный майстер-класс усім яго удельникам урушаются памятные медали. Зрешты подарунков и сюрпрызов у гэтый день будет шмат. Фестываль по праве личится святам усяго района. Жихары малых и великих «Отюков» на скрыжаванне гэтых вёсок зараджауся фест не заусюды ужывалися мирно. Шмат спрашалися, у кого жарт ярчей и вострей, а ясче спаборничали за право примать гостей. Трыгады тому ворожасті поклали конец, открыли лаву промерэння, а свято перонесли звёздки у город. Организаторы плумачать гэта им кненям поширыць географию и прытягнуть наибольшую колькость удельников. Полесский форум гумарыстов сёння уже международных аформату. Гастей сабрали не тольки з усіх областей Беларуси, але из России, Украины, Молдовы и Балгары. Больше всего нравится доброта наших людей, открытость характера наших людей и то, что когда они радуются, они это делают с сердцем, с душой. Традиційное швенданне по подворках – самая видовищная частка фестивалю. Столы накрывают мясцовые жахары, з'являють хто чим може, обранной темой и разностайностью страв, дизайнерскими оформлением и святочными обрадами, и вядома жартами и песнями. Коли гостинага по дворках жахаров вёзки сирот, открылся салон прохожості. Тут и ліпосакція, і массаж, і манікюр. Салон нас прохожості называется сиротський салон. Не хухры, мухры. Мы не хуш ущих остатніх, і республіканских, і зарубежных. У нас усе є. Мы всегда людям робим усе самое прохожо, то, что они пожадають. І от чистого сердца. Параллельно на халонай сцене артысты-аптэмісты і ўсех грані душевнага беларускага гумару. Для жахаров Калінкавичоў фестываль як другі дзень города, конкурсы і концерты, парад аутюковской ретро-технікі і разнастайнае выставы, вечерняя дэскатэка і фейерверк. Горад свята, горад мара. Сотні гостей, якім пасчастіла трапіць ў эпицентр веселості і вострых жартаў, два фестывальнае дні будуть ўспамінаць яшчэ вельмі долга. Катярына Юрчынка, Лідія Потар, Вячеслав Перпісноў, Телеканал Мазыр спецэцэяльна для тэлі радыў кампаніі Гумель. Каманда Гумельскай в області выіграла трынадцатую республіканскую спартакіяду работнікаў культуры. Гэтая перамога стала дзівятай за увесьча справядзення спаборніцтваў. Работнікі ўстану культуры регіона яшчэ раздаказалі, яны не толькі умеюць організоваць святы, співаць і танцаваць, але і добрася абруецца спортом. Каманда з трыцадцати чалавек змагалася ў сямі видах і ў дзівятый раз стала лепшай ў Беларусі. Гэтая спаборніцтвы праходзець падэгідай республіканскага галіновага профсаюза і заўсёды карыстаўцца папулярнацць ўсярод работнікаў галіны. Срод сакрытаў паспіху не толькі добрая фізічная падрыхтовка, але ў першу чаргу камандны дух нашай зборной. Що хочіцца прежде всього сказаць, это слова благодарности каманде, каторая проявила сябя, как обычно, как сплочённый коллектив, ну і також руководителю нашей команды, или можно назвать тренеру, это преподавателю физической культуры нашего колледжа имени Соколовского, разумейка Николаю Николаевичу, который сумел, опять же, вот уже тренадцатый раз сабрать такую дружную каманду, которая подтвердила звание сильнейших среди работников культуры. Гэты, а так сама іншая новіны вы можете знасти на нашым сайці у интернеті по адресі www.tvargomil.by Нахэтым выпуск завершаны, дзякуй за увагу і да новых сустречу ефіры. Де факто на телеканалі Белару 4 Гомель в студії Александр Гомоля. Здравствуйте. Женщина пыталась передать родственнику в колонию таблетки с метадоном. Попытка не удалась, а вот последствия вызвала незамедлительные. Гражданка задержана, возбуждено уголовное дело. Правоохранители обнаружили в передаче 11 упакованных таблеток. Пояснить, от каких заболеваний они и для чего необходимы родственнику, женщина не смогла. Экспертиза показала, что в составе имеется особо опасное наркотическое вещество. Гражданке грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет. Убил одним ударом. 14 сентября в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облсполкома позвонил мужчина и сообщил, что убил приятеля. На место выехали правоохранители. Все произошло во дворе частного дома по улице Циолковского. Два друга, шашлыки, алкоголь, разговоры по душам. Вот только в одном из вопросов их мнения разошлись. Между приятелями произошел конфликт и один из них ударил второго кулаком в лицо. Последний упал и больше не подымался. О том, что произошло, мужчина сообщил милицию только спустя 40 минут. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшей за собой смерть, возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет, а подозреваемый в настоящее время задержан. Задержанный 1977 года рождения ранее был судим за хулиганство. Все сгорело. Жилой дом, два сарая и три легковых автомобиля. Таков список уничтоженного и поврежденного огнем имущества на пожаре в деревне Стадолия Челеческого района. Сообщение о возгорании поступило около 10 утра. Пожар ликвидировали спасатели. Пострадавших нет. Но потери значительные. Причина пожара устанавливается. Одна из версий неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. На пожаре в Гомеле огонь также быстро перекинулся с одного частного участка на другой, повредив два дома, гараж и хозпостройку. В горящем нежилом доме спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается. Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Двух человек пожарные спасли на пожаре в Жлобине. Горела квартира на третьем этаже в доме по улице Первомайской. Эвакуировать пришлось хозяйку и ее сына. Оба были нетрезвы и не заметили пожара в соседней комнате. Очередной ДТП во дворе. В Гомеле водитель Ауди сбил 8-летнего велосипедиста. Дело было днем во дворе дома номер 28 по улице Дворникова. Не заметил или не разъехались и только один. Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы. С начала года на территории Гомельской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Из них 5 велосипедистов погибли, 13 получили травму. По вине самих велосипедистов произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 велосипедиста погибла. Молодая мама с дочкой пропали без вести в Гомеле. Милиция разыскивает 32-летнюю Екатерину Плеханову и ее 5-летнюю дочь Ангелину Лагвинец. Они ушли из дома 11 сентября и об их местонахождении до сих пор ничего не известно. Рост пропавшей женщины 175 сантиметров, она среднего телосложения, волосы темные до плеч. И мама, и дочь одеты по сезону. Просьба к тем, кому известно что-либо о пропавших, сообщить в милицию по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Во второй раунд без проблем женская команда гонбольного клуба Гомель удачно стартовала в квалификации Кубка ЕГФ. На первом этапе Дужини Тома Жетчатера противостоял представитель чемпионата Косова Истогу. Оба поединка прошли на арене Гомельского дворца игровых видов спорта. В принципе, судьба путевки во второй раунд Еврокубка была решена в первый же вечер. Гомельчанки удачной действию во всех компонентах игры получили по итогу матча задел в 32 гола. Счет поединка 45-13. 8 мячей на счету Натальи Котиной. На следующий вечер левая крайняя Гомеля положила ворота соперниц уже 9 мячей. Правда, в целом результативность команды Тома Жетчатера была ниже. Оборона не такой строгой. Причина тому главком во втором тайме дал карт-бланш резервисткам, действиями которых к слову он остался доволен. Итоговый счет второго поединка 38-22 в пользу Гомеля. Мы стараемся показать максимальный настрой, максимальную игру, чтобы в дальнейшем быть лучше и совершенствоваться. Сегодня больше играли игроки, которые меньше играют в нашей команде. Поэтому биль немножко спадал, но в последние 10 минут уже нормально они справились. Когда они играли в защите, когда они играли в нападение на две линии, справились на счет 4-2. Ну, в принципе, довольны, мы свою работу сделали. Сейчас будем готовиться на следующий раунд с данской командой. Следующий раунд квалификации второго по значимости гонбольного Еврокубка легкой прогулкой для Гомеля не будет. Датский клуб Хернинг и Каст будет куда более грозным соперником. Матчи этого этапа запланированы на вторую половину октября. Начало положено. Мужская команда гонбольного клуба Гомель добыла первую викторию в чемпионате Белоруссии. Подопечные Сергея Цыганкова после первого тайма домашнего поединка против Гродненского Кронона проигрывали четыре мяча. Однако, после перерыва гомельчане сумели взять ход поединка в свои руки и к финальной сирене имели преимущество плюс 5 33-28. Самый результативный в составе хозяев Дмитрий Смоликов 7 голов. Первый круг Гомель завершит 25 сентября гостевым поединком против Могилевского Машеки. Состоялись матчи второго тура чемпионата Белоруссии по мини-футболу. В Гомеле игрокам Бэйченю удалось удержать победный счет в поединке против столицы. Гости сравняли цифры на табло за две секунды до финальной сирены 3-3. Еще один представитель нашего областного центра ВРЗ победно завершил свой вояж в Минск. Динамо Бенту обыграно со счетом 9-0. Крупно победил и ЦКК. Светлогорская команда дома обыграла Минск 8-3. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.